СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ 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 Что же за праздник такой, да? Вы собирались на праздник? Приглашение персональное у меня есть на этот праздник. Сегодня буквально глава района сообщил, что в связи с погодными условиями переносится, потому что он организуется там у поста ГАИ, это на лугах. На сегодняшний день невозможно зайти пешим ходом на луга, невозможно организовать круг для скачек. Конные скачки — это традиционный атрибут праздника Сабанды. Традиционный атрибут праздник, но в конных скачках безопасность людей на первом месте. Раньше, когда Сабантуй проводился на стадионе, их не было. Сейчас перенесли за город, и они ежегодно организуются. Два таких основных момента, что на Сабантуе самое интересное, это, наверное, конные скачки и борьба национальная к Уреш. Давайте о скачках еще поподробнее. А почему именно этот элемент? Почему кони? Это историческая память? Вообще Сабантуй — это ежегодный праздник урожая. То есть после окончания пассивных работ проводится как раз вот этот праздник Сабантуй. И он ассоциируется вот именно с удалью, с легкостью. Как говорят, джигиты показывают, на что они способны. А один из элементов — это показать, что они могут на конях, кто быстрее, кто ловчее. А что означает само слово? Туй — это праздник. Туй — это праздник, Сабан — это плуг. То есть праздник плуга. Праздник плуга. Да. Праздник плуга. То есть мы не только умеем работать, да? Да. Но еще и мы вам покажем, как мы умеем на этих лошадях скакать. Это показывает свою удаль. И поэтому скачки и куреш. Нет, нет. Там многообразие этих элементов. Я могу их начинать... Это постоянно с музыкальным сопровождением. Это концерты, это песни, это пляски народов всех, кто проживает на данной территории. Потому что не только татары празднуют этот праздник Сабантой. Мы знаем, что даже в Казани живут 50 на 50 русские. Ну так нельзя говорить, наверное, напрямую, что он тоже Сабантой. То есть туда приглашают лутбурты, марийцы, башкиры. Башкиры. Ну, первое — это башкиры-татары, сам Сабантой. У марийцев он немножко по-другому. Называется Агапа-Ерем, по-моему, так вот как-то звучит. А что означает, что участвуют? Их приглашают туда, татары говорят? Это наш праздник, давайте с нами празднуем. Нет, нет, нет. Это праздник. Мы все друг друга приглашаем. То есть участвуют все. Под эгидой администрации это начинается. Выбирается Совет Старейшин, которые смотрят все эти программы. Финансирование идет, как правильно сказать, в складщину. То есть каждое сельхозпроизводство, сколько это перечисляют. Собираются люди, которые инициативные, берут большой шест, там привязывают разноцветные полотенца и ходят с гармошкой, с баяном по улицам и собирают подарки. Обычно в подарки дают вышитые полотенца, что является наградой в конкурсах, одежду, все новое. То есть, Володя, мы с тобой берем гитары. Гитары. А мы можем, да. И пойдем по улицам, так сказать, и будем. В преддверии праздника вот это делается. Примут за цыган. А вот и наш второй гость. Наш дорогой гость. Да, наш дорогой гость. Пожалуйста, знакомьтесь. Я имею в виду нашим гостям. Мы выяснили, не знакомы между собой. Вот, да, Нурислам Хаджи, руководитель национальной культурной автономии Татар Кирова-Чепецка, имам села Корино-Слободского района Кировской области и Фаат Хайрулин. Уже понятно по фамилии, что не чужой человек. В Матарии Севеже, да. Генеральный директор Ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Фятка-Флем. Мы говорим о Сабрантуе, как и договаривались. Вот, видитесь, Хазрат, у нас не только философские темы обсуждают, и новыми людьми можно знакомиться на передаче. В любом случае то, что составляет традиции наших народов. Замечательное выражение есть. Убьешь традиции, убьешь народ. Религии можно воспринимать как традиции. Сабантуй праздники как традиции. Вот, кстати, на этом я с вами еще поговорю, потому что готовьтесь к вопросу. Это будет очень непростой вопрос, потому что я над ним тоже размышляю. По поводу взаимоотношений ислама и отношений ислама к традиционным праздникам, не являющихся религиозными. О как. Это вы уже задали вопрос? Завернули. Ну, если вы готовы, то, пожалуйста, а может быть вы еще подумаете. Нет, я живу в исламе, поэтому для меня нет наблюдения извне. И нет нужды готовиться. Только я предупреждаю, время ограничено больше. Как у нас обычно бывает, мы начали, и уже незаметно время истекло. Начнем с того, что сказал пророк Мухаммад, алейхиссалям. То, что хорошо перед людьми, хорошо и перед Аллахом Всевышним. Еще раз можете повторить? Ман хайрон инда наси хайрон инда Аллахи тааля. То, что хорошо перед людьми, хорошо и перед Аллахом Всевышним. Это является основой для того, чтобы то, что является среди народа постоянно повторяющимся мероприятием, не противоречащим религии, это часть шариата, часть закона. Каким образом, вот такие праздники, как Сабантуй, стало маленькой частью нашего народа, татарского народа, который с 7 века, как мы знаем, исповедует религию ислам. Естественно, во все сферы жизни шариат ислама проник, в том числе и в праздник. Во-первых, здесь общение. Люди собираются со своими друзьями, близкими, родствами, знакомыми. Разве это может противоречить религии? Ни в коей мере. Хорошо всем, да? Да, всем хорошо. Чем занимаются там? Сейчас я слышал, перечисляли подарки. Посланник Аллаха сказал. Делайте друг другу подарки, и будет среди вас любовь. Едем дальше. Какие мероприятия такого спортивного характера там происходят? Проконные скачки, да, мы уже упомянули. Скачки, борьба и так далее, и так далее. Мы знаем, что по Сунии, по примеру пророка Мухаммада Мирьему, есть пять видов спорта. Скачки, в первую очередь. Борьба, стрельба из лука, плавание, конечно, и бег. Здесь только плавания у нас нет. А все остальное есть. Все виды спорта. Река есть. Можно поплавать, только... Нет, река есть. Традиции нет. Традиции нет. И дожди есть, собственно. И дожди есть. Из-за которых принесли. То есть, видите, получается, что насыщенность, религиозная насыщенность праздника... То есть, оно не только не противоречит, оно еще и взаимно друг друга поддерживается. Поддерживается. У нас обычно в России все имамы местные занимаются подготовкой к этому празднику. Один из ключевых праздников для любого татарского имама Муллы. Это праздник Кусабантуй. Здорово. Слушаю вас, я всегда дополнительно аргумент. Старейшины, которые там участвуют в организации праздника, они же и в мечети сидят на первом ряду. Одному другому не противоречит. Совет старейшин, я его называю. Да, правильно. Независимо от религии, кстати. И православные. Сейчас он перестал быть узконациональным праздником. Перестал. Но все-таки Сабантуя, это все-таки татарское название. Ну, оно тюркское, наверное. Сабантуя. Сабан, это плуг еще, праздник, свадьба. Близкие по значению праздник, свадьба, это близкие по значению. Можно сказать Той, можно сказать Байрам. Тоже праздник. Старое, да, называли Байрам. Сабан Байрам. А, ну тогда вообще будет очень... Слишком будет. Поэтому мы стараемся, чтобы не было похоже на Ураза, Байрам, Курбан. Ну, да, да, да. Немножко как бы Байрам другого смысла. Чуть-чуть, да? Ну, Туй в любом случае свадьба. В любом случае праздник. На сегодняшний день любая пятница может превратиться в Сабантуй, да? Народи так говорят. А, кстати, почему вот в русской там, не знаю, славянской традиции Сабантуй какой-то вот еще подтексты есть? Что тут за Сабантуй устроили? Ну, вот-вот, вот-вот, я и говорю. Что за праздник устроили? Да, что за праздник устроили? Ну, какой-то вот такой негативный подтекст. Нет, нет, нет. Тут просто я, как специалист по русской филологии, могу вам сказать, что здесь просто речь идет о том, что в этой поговорке, да, или в идиоме в этой, о том, что не всегда можно устраивать. Ведь есть место Сабантуй, это после, да, время, извините, время, да, Сабантуй, что после того, как посеяли, посадили картошку, грубо говоря, посадили картошку, и до Синокоса есть пара недель отдыха. Да, ну, а вот, значит, после сбора урожая еще есть праздник. У многих народов. Перед сбором. А у татар, после вот того, как ты собрал, так сказать, урожай. Ну, это мы так забегаем вперед, да? Ну, на всякий случай, да. Тихонько считаем прибыли и не кричим. Все понятно. Деньги любят тишину. Не, знаете, вот. День работника сельского хозяйства называется. Понятно, да, 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 теперь. Так, давайте постепенно, да, еще пойдем. Любой праздник требует такой серьезной подготовки, в том числе духовной подготовки, да, в чем заключается? Здесь духовно просто людей призывать, людей собирать, людей объединить. Специальных проповедей не делается. Если имама или муф тебя приглашают, чтобы он выступил, обычная тема выступления – это напоминание людям о своих корнях, о своих истоках. Если люди будут забывать свои корни, они будут оторваны от них, и они будут, как перекати и поле, никому не нужные. Хороший человек в любом месте колышек забьет. Плохому человеку места нет. И вот здесь задача, чтобы люди свои традиции детям передавали. Ведь смотрите, сколько молодежи приходит. Посмотришь, вот в Корино проводится Сабантуи. Там молодежи собираются столько, я даже представить себе не мог, что столько нашей молодежи есть татарской. То есть они не только из вашего села, да? Корни все наши, но разъехались, а потом в этот праздник собираются. С друзьями еще. Конечно, с друзьями. Ну, это же здорово, это же отлично. А в Корино, кстати, когда запланирован праздник? Раз в два года проводим, в следующем году будет. Раз в два года. В этом году. Так он считается ежегодный праздник. Вот здесь сказали пять направлений особых, спортивных. Я знаю, что достаточно много там такие, как ходьба с гирями, двухпудовками, кто больше пройдет кругов. Штанга есть. Дальше идут прыжки в мешках. Мешок с соломой на бревне на скользком бьются. Иногда с закрытыми глазами даже. Дальше перетягивание каната, перетягивание палки. Связывают двух людей по одной ноге, у одного левую и другой правую. Кто быстрее там дойдет какое-то расстояние. На деревянной ложке носят яйца. Женщины обычно поставят, в зубы берут, и кто быстрее понесет. Вот я хотел как раз спросить, мы все говорим вроде про соревнования. Это мужские, а что женщины-то делают? Женщины в воду на коромыслах, кто быстрее, там сколько кругов дадут. А, то есть свои хозяйские какие-то качества, да? Да, да, да. Как рентельницы домашнего очага показывают. В этот момент, это еще и издревле, это еще в китайских летописиях описывается Сабанту, и как праздник, когда племена собирались, и под руководством старейшин, хвастались друг перед другом своими достижениями в хозяйственном и спортивном качестве. Вот ты видишь спорта, вот тебе достижения хозяйки, она, что представляет из себя, как хозяйка, сколько она воды может быстро принести, не расплескав. Ну, здесь просто аккуратность, когда она яичко несет, умение молчать и аккуратность. Сразу два качества у женщины. Просто великолепно. Бережливость. Просто, хорошо, женщины еще по-другому, например, вот любимая Володина тема, они там поесть что-нибудь вкусненькое. Это вот вся поляна накрыта. Шашлыки, беляш, профессиональный татарский. Есть соревнования вот в беляшах там и так далее, среди женщин? Конечно. Мы здесь провели в мечети, месяц Рамазан был, ифтары, то есть разговения, вечернее кушание. Один раз сделали показательный татарский ифтар. Род-то не разбирается, как мы кушаем. А основное блюдо выпечка была. Выпечка, там шурпа, бульон с лапшой домашней, самодельной. И мясо с картошкой. И вот выпечка стоит, начинают кушать, 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 добавляют, они кушают. Потом принесли шурпу, поели. Уже как бы вот где-то здесь, уже сытые. А потом несут основное тяжелое блюдо, мясо с картошкой. За эту выпечку, я на проповеди говорю, мы, мужчины, потеряли маленькое управление в семье. Почему? У нас слабость есть, мы любим выпечку. И мы ленимся ее делать. А женщины умеют, делают. И за эту слабость они еще маленько нами командуют. Это правда. Интересно. Через еду, да? Через еду, да. Через вкусную еду. Хорошо, это мы на мероприятии. А вот может женщина участвовать в соревновании на скачках там? Ну, вообще-то не участвует. Нет, это чисто мужское. В стрельбе с лука. Может. Может? Может. У меня дочка, мы совершали поиск в Дагестан. Зашли в ТИР. И вот у нас было четыре мужчины. И моя дочка. Моя дочка перестреляла всех. Самая меткая отказала. Самая меткая. Лучше всех освоила в ЛУК. И самая точная стрельба у нее была. Ну, ЛУК это ловкость. Она была ловче, чем у вы, конечно. ТИР стрельба из ЛУКа. Да. Ух, ничего себе. Здорово. Это сейчас новое веяние пошло. Среди мусульманских народов поднимаются вот эти корневые традиции. Традиционные. Да. Вот стрельба из ЛУКа. Ведь здесь не просто правильно прицелиться. Техника, сила. Здесь все работает. Какие группы мышц может накачать себе стрельбок из ЛУКа? Ни один борец не накачает. Какие руки крепкие. Я вот туда вышел, у меня вот эти предплечья были синие и разбухшая усталость. Взять эту Турцию. Там в каждом отеле стрельба из ЛУКа. Мусульманская страна, пожалуйста. Каждый день соревнования. Дети, их роль в празднике Сабантуй. Радость, виск, счастье. Все. Почему? Они участвуют. Часто. Ну, непосредственно соревнования. Сама борьба Куреш, это борьба с поясом. Надо, значит, перекинуть, чтобы коснулся противник лопатками землю. Начинается, вот в Малмыже особенно, начинается она с 70-80-летних. С 70-80-летних. То есть старики выходят, начинают. С 70-80-летних. 70-80, ну, такие старшие. Мешали участвуют. Да, участвуют. А потом переключаются на детей. Вот начинается с маленького, там, 5-6 и пошли. Выше, 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 выше. Потом эти юноши пошли. И потом уже основательные соревнования делятся на две весовых категории. Обычно это не прописано нигде. Вот как раз, как Сабантуй сам организуется, глава района, естественно, стоит во главу, оргкомитет свой, финансовая поддержка всех предприятий, спонсоров. Вот о чем мы говорили, хождение по улицам, сбор подарков. Но мы уже не пойдем, не пойдем уже. Еще раз цыган, за цыган будут принимать, не пойдем уже. И вот потом уже делят на две весовые категории, обычно до 80 и после 80. И все, и начинают. И вот эта борьба идет целый день. Параллельно идут другие соревнования. То есть, вот это все динамично происходит. Параллельно там выпечка шашлыки по всему кругу. А вот песни пляшки. Это обязательно. Все народы участвуют. То есть, не только татарские. Фон, татарская музыка играет. Если там марийские, какой-нибудь артисты приехали, переключаются, и они танцуют. Если я там захочу азербайджанскую песню. Пожалуйста, вообще. Выйду, скажу, хочу спеть азербайджанскую песню. Можете кавказский танец танцевать. Вот на чем вас и ловим. У нас, пожалуйста, поближе. В Карино, когда проводится сабантуй, русские коллективы, русские национальные. Удмуртский национальный коллектив из соседей, из Светозарева приезжают. Естественно, основной мы поем сами. А так, пожалуй, даже как-то раз было, что-то на английском языке спели. Здесь же главное настроение. Праздник. Праздник. Сдерживающих моменты только один. Приличие. Все. Ну, издревле в этот праздник войны прекращались. Где-то даже описывали, что сабантуй первичен, а олимпийские игры оттуда пошли. Даже было такое вот наклонение. А, кстати, празднуется только один день? Да. Вот такое массовое гуляние. Два дня уже тяжело очень. Это просто, мы знаем же, что та же Масленица, вон у нас, да, целая Масленичная неделя. Масленица полегче будет в исполнении. Полегче. Тут говорится про печень, видимо. Не очень. Если бы увидели сейчас лицо Хазрата, тяжелее будет. Нет, он один день. Но дело в том, что проводится ведь в каждом населенном пункте по одному дню. И друг к другу ездят всегда. То есть сперва в маленьких деревнях, потом через неделю буквально в районном центре, потом в областном, потом делается в федеральном. В федеральном даже участвовали у нас кто? Борис Николаевич Ельцин, там горшок бил с закрытыми глазами. Владимир Владимирович Путин доставал монету из Котека. Это такой напиток национальный. Такой барракадный стал напиток после руки президента. Ну, наш сосед Татарстан, наверное, все-таки по размаху самый такой вот яркий сабантуй, да? Там федеральное проводится. И розыгрыши, соответственно, призы другие. Обычно машина. Да, всегда был автомобиль. Обычно все. А я помню, что самый лучший приз всегда был конь. Это кавказано. Вы знаете, тут поговорка недавно появилась. Раньше у всех были лошади, у богатых машины. Сейчас у всех машины, у очень богатых коней. Это действительно у нас как она. Да, да, да. Поэтому, ну, сейчас на среднем уровне баран. Средний уровень баран. Ну, баран где-то тысячу восемь стоит. Да, вот у нас на фестивале национальных культур. В Александровском саду, да? В Александровском саду, там победителям по борьбе курыш вручали барашка. Барашка. Что он с него делает? Опять-таки, готовит кушанье. И зовет друзей. И угощает всех. Да. Ну, куда столько мяса одному-то? Давайте на рекламу сейчас прервемся. Я напомню, что мы говорим о празднике Сабантуй. И я думаю, что после рекламы мы уже свяжемся непосредственно с городом Малым Ижем. И поговорим о конкретном мероприятии, о программе. Да, что там будет. Через неделю. И кого приглашают. Продолжается программа «Союз нерушимый». Мы говорим о празднике Сабантуй, который был запланирован на завтрашний день в Малмыже. Но вот по последним данным все-таки перенесли из-за погоды на недельку, на 15 число. Азиз Агаев. И Владимир Смитарев. И наши гости Нурислам Хаджик Асеймов, руководитель национальной культурной автономии Татар Кирова-Чепецка. И мам села Корино Слободского района Кировской области. Фат Хайрулин, гендиректор Ассоциации сельхозкооперативов. Вятка Плен, член региональной общественной палаты. И, собственно, долгое время вы жили в Малмыже. И сейчас активно туда наведываетесь. И вот сейчас у нас на связи Оксана Мансуровна Алешкина. Это начальник управления культурой, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района. Оксана Мансуровна, добрый день. Здравствуйте, Оксана Мансуровна. Добрый день. Да, добрый день. Мы хотим, чтобы вы все-таки рассказали, какие мероприятия запланированы в рамках Сабантуя. И я уверен, что многие загорятся желанием выходные посвятить. И так собирались. Куда праздник-то делся, Оксана Мансуровна? Расскажите, пожалуйста, что запланировали в этом году? Ну, не все в наших силах. К сожалению, погодные катаклизмы не дают нам провести праздник за планированные сроки. А так, надо сказать, что в 2014 году праздник получил статус регионального. И он как раз впервые проходил тогда в Малмыжском районе. И вот в этом году вновь нам посчастливилось организовать на территории Малмыжского района региональный национальный праздник Сабанту. И мы планировали, что в данном мероприятии у нас примут участие и делегации соседних районов Кировской области и республики Татарстан. И вот сегодня Оргкомитетом было принято решение в связи с неблагоприятными погодными условиями перенести празднование этого национального праздника на 15 июля. Праздник все равно будет, да? Праздник у нас ежегодно, традиционно. То есть самым зрелищным мероприятием это являются конные скачки. Поэтому они начнутся в 11 часов по запланированной программе. Участие в нем принимают порядка 47 наездников из Кировской области, республики Татарстан. А торжественное открытие праздника на главной сцене состоится в 12 часов. А далее программа праздника уже тоже традиционная. Значит, здесь и традиционные национальные игры, и борьба о крэш, и соревнования по тяжелой атлетике. И к участию в волейбольном турнире заявилось более 12 команд. Поэтому я думаю, что все запланированное, то, что мы планировали, мы все это проведем в рамках этого мероприятия, но уже 15 июля. Да, где, поясните, пожалуйста, именно куда не жителям Малмыжа приехать, если они все-таки решат в следующую субботу? Ну, место традиционное, оно уже в течение более чем 10 лет проводится за постом ГИБДД. Это перед поворотом по Казанскому тракту. Такое живописное место, традиционно Майдан. Там обустроены несколько площадок. Это и главная сцена, и детский сабантуй будет проводиться на отдельной площадке. Поэтому заблудиться здесь не придется. Издалека будет видна нарядная поляна проведения этого мероприятия. В общем, если из Кирова ехать, Кумены, Сунан, Налинск, Уржум и Малмыши прямо в этот праздник ты... В сторону Вязких Полян, да. В сторону Вязких Полян, да. И упрешься в него сразу. А детский сабантуй, поясните, что это такое? Детский сабантуй. Ну, желающих в праздники принять участие всегда бывает большое количество. Более двух тысяч детей всегда принимают участие. Поэтому мы немножко разгрузили Майдан и вынесли детскую зону с аттракционами, тоже со сценой и с традиционными уже национальными играми на отдельную поляну. Поэтому все желающие дети примут участие еще в большем количестве, чем это было ранее. Скажите, пожалуйста, люди действительно искренне ждут этого праздника? Вот так, с гаящими глазами. Когда же он будет организован? Да, конечно. Сегодня буквально телефон не смолкает, звонят из соседних регионов. И вообще, как бы, наши гости планируют отпускать заранее. Поэтому начинают интересоваться датами проведения наших традиционных праздников. Это сабантуй и ярмарка Казанская еще в декабре, когда планируют графики отпусков. А так, конечно, большое скопление гостей приезжает в эти сроки и в Малмыш. Ну, надеемся, что задержатся еще на недельку. А, кстати, Казанская ведь 22 июля, да, в этом году в Малмыши? Да, Казанская 22 июля. Это тоже традиционное мероприятие, надо сказать, что в этом году. Оно будет проходить уже в 25-й раз, юбилейный. Тема главного карнавального шествия опять 25, перезагрузка. Поэтому все самое лучшее, что было за 25 лет, будет воспроизведено в рамках этого мероприятия. Очень красочно. Да, ну, поясните, какие это основные там ярмарка? Карнавал. Карнавал. Карнавал, город мастеров, уличное карнавальное шествие, участие в котором принимают коллективы как города, так и также соседних регионов. Традиционно у нас ежегодно в карнавальном шествии принимают участие более 600 участников. То есть это праздник, который делается руками и силами самого народа, поэтому он и, наверное, наиболее интересен. Спасибо большое. Я думаю, подробный рассказ такой, да, выяснили. Спасибо. Да, в общем, всех ждут, я так понимаю. Да, спасибо. Идем, приглашаем всех. Я думаю, что все у нас получится. Оксана Мансуровна, можно вам вопрос? Да, Фат Мударисович, Хайрулин. Очень приятно услышать вас. Да, я, кстати, 11 лет подряд команду возил в волейбольную туда. 10 лет мы заняли первое место, но один раз Балтасинская команда все же наказала нас, и мы были вторые. Балтаси – это район Татарстана. Вот в карнавальном шествии в прошлом году мне сказали, что некоторым участникам даже отказывали, потому что длина карнавала, то есть длина вот этих участников была очень большая. Это правда или это просто наговорили? Ну, у нас определены, конечно, сроки подачи заявок на участие в карнавале, поэтому действительно в последние дни там, когда заявлялись карнавальные коллективы, пришлось это сказать. Так как шествие у нас идет по улицам города, и есть костюмированные машины, поэтому приходится немножко ограничивать количество участников. Вот это да. То есть до какого предельного срока нужно обратиться, чтобы карнаваль проничь? Ну, крайний срок у нас еще 20 июля. 20 июля. Оксана Мансуровна, еще одна просьба. Значит, вот от лица администрации Маломышского района я тут пообещал, что Эхо Москвы целиком будет приглашено. Вы можете организовать приглашение радиостанции Эхо Москвы в Кирове? Не вопрос. Я думаю, что мы гостям всегда рады, и Маломышский район всегда очень гостеприимно встречает. Я думаю, что если приедет Эхо Москвы, они в этом году примут участие как зрители, а в следующем году, возможно, и как участники этого праздника. Еще Азиз Агаев хотел сам лично станцевать кавказский танец. Вот он пообещал, как есть перерывы, только как гости. И спеть тоже хотели. Хорошо, если есть желание, мы обязательно включим в программу на главную страну. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Рады, что вы с нами пообщались. Оксана Алешкина, начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Маломышского района. А вот он обязательно вообще сабантуй? Не знаю, если жизненные обстоятельства как-то противоречат, что нельзя собраться, погода плохая, он в каком-то формате в ином может пройти. В общем, если совсем все плохо, то уж нет сабантуя. Это праздник, когда серые будни, когда не с кем встретиться, нечем угостить, нечего показать. Ну, совсем все плохо. Тогда что ж праздник-то делать? Душа должна просить праздника. Да, а когда у тебя есть какие-то достижения, ты не камень, лежащий под водой, а ты личность, ты группа личностей, ты имеешь какой-то цвет красивый, яркость какую-то, то проводишь, обязательно проводишь. Позитивный человек называется. Да. Обязательно. Не только сам радуешься, ты же делишься, и вот это как физики могут поддержать, наверное, получаются положительно заряженные частицы, распространяются по всему земному шару, и они тоже от себя заряжают, и эта маленькая радость, она растекается по всему миру, и где-то становится хорошо. Ну, тоже такой интересный вопрос, там, не избежать каких-то интересных ситуаций, а вот если внезапно что-то вот накатило, плохие эмоции во время праздника, там, негатив к ближнему, все-таки стараться как-то вот лучше уйти, лучше не выплескивать. Полезно, когда лезешь на столб, негатив куда-то исчезает, остается на земле, слазь на столб. Спасибо. Спасибо. Еще пообщаемся немножко до конца программы, полезно на столб. Правильно, заземлили, да? А какие, кстати? Нет, негативных вообще там, вот люди улыбаются, ходят. Вот знаете, мы говорим, что выйдешь у нас в России, и люди какие-то грустные, хмурные. В Европу приезжаешь, он улыбается, как будто знакомый. И иногда думаешь, ну, что ты улыбаешься? Вот на этом празднике там все доброжелательные, улыбчивые. Вам надо просто один раз посмотреть, поучаствовать, и вы все поймете, почему это так. А какие подарки, кстати, вот на нашем региональном забантое? Дарят ли вообще? Подарки. Да, вот за участие в соревнованиях. За участие, вот начальное там вышитое полотенце кем-то. Потом, ну вот детям обычно одежда какая-то там, рубашка. Сладости, значит, ну вот такие средние. И потом уже дальше идет уже больше, больше, больше. Там же кто что может. Нет такого ценза ценового уровня какого-то подарка. И не смотрят на стоимость подарка. Хоть как товары. Не смотрят на стоимость подарка. Да, я вот помню, маленьким, семилетним участвовал, значит, в мешках. Прыгали? Мне бились, мне отбились. Отбились. Я скорее борец, чем прыгун. Значит, бились, победил. Мне подарили матрешку. Зачем мне матрешка мужику? Ну подарили, мне понравилось. Подарок же. Ну да. Семь лет же. Конечно. Вот. А кстати, вот наши любимые семейные, эта тема, да, это ведь наверняка возможность присмотреться, да, там. Девушка там, молодой человек, мальчики, девочки, это ведь тоже тут есть такая подарка, наверняка. Да, есть, лето, значит, работа вроде пока позади, красавица показывает себя, молодец мужчина показывает себя, родители присматриваются, да, родители присматриваются, впереди на что ожидает? Осень, собрали урожай, ну традиционно свадьбы же осенью делают. По результатам смотра, красоты и силы. А он смотров-то не официальный такой? Ну естественно. Не выводят ведь специально? Кому надо, они присматриваются там в четыре пары глаз, выискивают, ну до этого уже примерно так. А потом на танец пригласят, а? Нет. Сабанту днем не заканчивается, кстати. Нет, не танцуют вместе мужчины и женщины? По-нашему не в обнимочку. Нет, не в обмене мимочку, а как бы вот рядышком-то. Вообще никак. Вообще никак? Я бываю крайне недоволен. Ну я понимаю, вы-то знаете, почему недоволен. Он танцует, когда он уходит. Ну правильно, вот это факт. Полиция драва подарилась, все. Сабанту днем не заканчивается. Да. Там вечером же начинаются молодежные гуляния. Танцы под гармошку. Обычно на автостанциях. И вот там такие живые, эти танцы, они тяжелые даже тренировочным, тренированным людям. Я как-то один раз команду свозил вечером, мне мой тренер говорит, мы на волейбол ездили, он говорит, вот эти вот танцы надо внедрить в цикл тренировки. Потому что, говорит, один танец я станцевал, я так устал. А там постоянно под гармошку. Ну веселье такое, надо, я говорю, просто надо посмотреть. На этом завершается наша программа. Уже? Такое время пролетело, я думаю, что у кого-то из наших слушателей непременно внутри что-то щелкнуло и захотелось посетить это мероприятие. Очень надеемся, что погода не подведет все-таки. Тем более такое сердечное приглашение было. А если еще и официальное будет приглашение? А если еще и официальное? Знаете, в городе Галецкий Сан Саныч говорит, в городе говорит, поверье ходит, когда Фрэнкель идет в отпуск, тогда хорошая погода. А он идет с 17-го, так что будем надеяться. Мы никоим образом не хотели обидеть Мараташа. Нет, нет, нет. Спасибо большое нашим гостям, Нурислам Хаджи и Фат Хайрулина. Мы на этом прощаемся. Хорошей пятницы и хорошего настроения всем. До свидания, Владимир Сагаев. Спасибо. Всех благ всем.